«Де-факто мандат Минской группы ОБСЕ по Карабаху недействительный», — сказал президент Азербайджана Эльхам Алиев 12 апреля на совещании, посвященном итогам первого квартала этого года. Минская группа действовала 28 лет, до Второй Карабахской войны. Страны-сопредседатели на протяжении этих лет совершили возможно сотни визитов в Азербайджан и Армению. «Результат налицо, он нулевой», — сказал Эльхам Алиев. Эльхам Алиев напомнил, что Азербайджан самостоятельно военно-политическим путем урегулировал Карабахский конфликт. Азербайджан сам урегулировал этот конфликт. Урегулировал военно-политическим путем. Фактически мандат, выданный Минской группе для урегулирования конфликта, может и действителен де-юре, но де-факто может считаться недействительным. Сейчас процессы в мире идут в негативном направлении. Вспыхивают столкновения, войны, и существуют различные мнения относительно обеспечения стабильности в будущем. В мире может начаться дефицит продовольствия, цены на продукты питания растут, по словам президента, Азербайджан достиг всего за счет своего упорного труда. Мы не получили ни одного моната поддержки. Мы также восстанавливаем освобожденные земли сами на все 100%. Да, мы пригласили иностранные компании. Они работают там в качестве подрядчиков. Но до сих пор мы не получили ни одного моната. Мы полагаемся на собственные силы. Обычно после таких кровопролитных войн, таких разрушений, разрушения в Карабахе и Зангизуре не имеют аналогов в мире. Никогда не было таких разрушений во Второй мировой войне, собираются донорские конференции, международные организации и исполняется план восстановления. Сейчас вновь уместно бросить взгляд на историю Второй мировой войны. В то время был введен план Маршалла. Если бы Америка не применила этот план по восстановлению, Европа своими силами могла бы восстановить потенциал, возможно, лет через 50. Международные фонды оказывают финансовую помощь в конфликтных регионах. А нам никто не оказал никакой помощи ни во время оккупации, ни после. Даже большинство стран не хотело называть оккупацию своим именем. Я помню, что в период оккупации в ходе нашей деятельности в международных организациях, а также на переговорах в двустороннем формате мы с трудом включали в эти декларации принцип территориальной целостности нашей страны. Многие отказывались. Хотя это было так же ясно, как сегодня, кто оккупант, кто оккупированная страна. Двойные стандарты, несправедливость, вот и все. Мы наблюдаем это и сегодня на примере российско-украинской войны. В свое время, когда мы освобождали наши земли от оккупации и использовали знаменитые беспилотники, Байрактар, иностранные эксперты и пресса описывали это оружие как смертоносное. А сейчас, в ходе российско-украинской войны, это оружие называют чуть ли не ангельским. Вот в чем разница, это двойные стандарты, это несправедливость по отношению к нам. Но это реальность. А мы своими силами создали и создаем новую реальность. Поэтому еще раз хочу сказать, я все еще надеюсь, что международные организации, крупные фонды, международные неправительственные организации, занимающиеся благотворительностью, обратят на это внимание. Мы ни у кого не получили ни одного моната. Но и смириться с этой несправедливостью тоже нельзя. Я считаю, что наши госструктуры, правительство, администрация президента, министерства должны серьезно действовать в этом направлении. Если нам не хотят оказывать помощь, пусть скажут прямо, мы вам не поможем. Мы ведь должны знать положение дел. Прошло почти полтора года после войны. Ни один фонд не оказал нам помощи. Например, в ходе разминирования после войны более двухсот человек погибли и были тяжело ранены. В мире так много фондов, НПО, которые занимаются этим вопросом. Чем они заняты? Пусть придут и помогут. Нам не хватает сил, физически. Мы закупили все, что нужно. Купили машины, механизмы, технику, даже беспилотники, которые обнаруживают места, загрязненные минами. Но нам не хватает специалистов, нам не хватает рабочей силы. Поэтому, по крайней мере, пусть окажут нам помощь в этой области. Армения должна понять, что не сможет помешать нашим планам. Если они не дадут нам проход через Зангизур, то сами окажутся в проигрыше. В первую очередь, они нарушат заявление от 10 ноября. В данном заявлении было четко указано, что между западными районами Азербайджана и Нахчеванской автономной республики должна быть связь. Это обязательство. Глава азербайджанского государства подчеркнул, что Азербайджан рано или поздно добьется своего. Если Армения не хочет выполнять взятые на себя обязательства, то мы не будем нести ответственности по своим обязательствам. Они должны это знать и не тянуть время. Будет лучше, если они немного поторопятся, подчеркнул глава государства. Эльхам Алиев о строительстве аэропорта в Лачине. В этом году продолжится строительство железной дороги Барда-Агдам. Параллельно с этим, должны быть построены железные дороги и вокзалы в Агдаме и Физуле. Должны быть подготовлены проекты, просмотрены соответствующими структурами и представлены мне. Другим вопросом, связанным с транспортной инфраструктурой, является ввод в эксплуатацию международного аэропорта в Зангелане. Это тоже предусмотрено в этом году. После Физули это будет второй международный аэропорт на освобожденных землях. Что касается строительства международного аэропорта в Лачине, то мы планируем завершить этот проект к 2024 году. Там очень большой объем работ, должны быть взорваны скалы, выровнена территория и проведены земельные работы. Но он обязательно будет построен, сказал президент. На территории Карабаха, где сейчас проживают армяне, пришел в неисправность газопровод, и некоторое время там не было газа. Весь мир поднял голос, что Азербайджан устроил там гуманитарную катастрофу. Но они на протяжении 15 лет лишали Нахчеван газа. Зимы в Нахчеване еще суровее, морозы достигают 30 градусов ниже нуля. С 1990 по 2005 год Нахчеванцы жили без газа. Кто оставил их без газа? Армяне, руководство Армении, государство Армения. Хоть один человек, организация или государство возвысили тогда свой голос. Нет, они были равнодушны. Но когда в Ханкинди неделю не было газа, не осталось человека, который бы не звонил нам, от Америки до Европы. Во-первых, в самой Европе есть страны, в которых нет газа. Просто не осуществлена газификация. Есть страны, где уровень газификации едва достигает 3-5%. Разве там царит гуманитарная катастрофа? Армяне всего неделю остались без газа и что же? Сразу наступила гуманитарная катастрофа. Тогда почему жизнь Нахчевана на протяжении 15 лет без газа не считалась гуманитарной катастрофой? Есть ответ на этот вопрос. Есть дискриминация и двойные стандарты. Мы восстановили газоснабжение, и армяне должны ценить это. Мы просто проявили доброе намерение. Если бы не захотели, не восстановили газоснабжение. Кто бы нам и что сказал? Разве мы обязаны были восстанавливать газоснабжение? Нет, но мы восстановили и надеемся, что они поймут, что являются гражданами Азербайджана, должны и будут жить под азербайджанским флагом. Чем раньше они это поймут, тем лучше для них. Мы проявили гуманизм. Но мы не забудем, то, как Нахчеван оставался без газа. В 2005 году на основе соглашения с Ираном мы провели газ из Ирана в Нахчеван. Проложили газовую линию в иранскую Астару и осуществляем своповые операции. С тех пор Нахчеван обеспечивается газом вот таким образом, сказал президент. Развитие Армении будет зависеть от нее самой, от ее отношения к соседним странам. Потому что сейчас всем ясно, без нормализации отношений с Азербайджаном и Турцией Армения не может развиваться. По словам азербайджанского лидера, 30-летняя оккупационная политика Армении обошлась очень дорого. Они потеряли шанс стать настоящей независимой страной. А Азербайджан на протяжении 30 лет, даже несмотря на оккупацию своих территорий, добился полной политической и экономической независимости. Поэтому для Армении это, возможно, последний шанс. Либо страна будет развиваться, либо окажется в еще более тяжелом положении. А обеспечить развитие можно, в первую очередь, путем нормализации отношений с Азербайджаном и Турцией на основе норм и принципов международного права. Во второй Карабахской войне мы уничтожили армянской техники на 4-5 миллиардов долларов США. Часть этой техники была взята как трофеи и используются нами, еще часть демонстрируется в парке военных трофеев. Спрашивается, откуда у бедной Армении такие деньги? Откуда эти кредиты? Погашены ли эти кредиты или нет? Или они списаны? Если бы этих кредитов не было, то, абсолютно уверен, необходимости во второй Карабахской войне не осталось бы. По словам главы азербайджанского государства, если бы Армении не выделялись такие значительные средства на вооружение, то Ереван, склонив голову пришел бы договариваться, с Баку. Поэтому, если на вооружение Армении будут выделяться деньги, то мы будем воспринимать это как недружественный шаг и реагировать соответственно, подчеркнул Эль-Хам Алиев. Глава государства отметил, что сейчас главный вопрос – нормализация отношений между Азербайджаном и Арменией. Любые организации, которые готовы внести вклад в этот процесс, приемлемы. Армения положительно отнеслась к нашим пяти базовым принципам нормализации отношений. Я хотел прояснить этот момент на встрече в Брюсселе и получил нужный ответ. Если Армения принимает эти пять принципов, это означает, что Армения отказывается от территориальных претензий к Азербайджану, подчеркнул президент, добавив Азербайджан и армянские рабочие группы по подготовке мирного договора и делимитации границ будут сформированы до конца апреля и должны начать работу как можно быстрее. В настоящее время Евросоюз занимается нормализацией отношений между Азербайджаном и Арменией. И на последней встрече, проведенной 6 апреля, были обсуждены эти вопросы. Как вы знаете, для нормализации отношений между двумя странами Азербайджан выдвинул предложение, состоящее из пяти принципов. Армянская сторона положительно отнеслась к этому предложению и до встречи в Брюсселе сделала соответствующее заявление. На брюссельской встрече, я еще раз хотел уяснить для себя и удостоверился, что Армения принимает эти пять принципов. Таким образом, Армения признает территориальную целостность Азербайджана и отказывается от территориальных претензий. Это очень позитивный момент, и я считаю, что он является фундаментальным условием нормализации двусторонних отношений. Было решено, что будут созданы рабочие группы, связанные как с границей, так и с подготовкой мирного договора. Как вы знаете, на днях между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении состоялся, может быть, первый в новейшей истории телефонный разговор. Мы это тоже оцениваем положительно, потому что отношения между двумя странами должны решаться этими двумя странами. Желающие помочь в этом, могут оказать содействие. В этом заключается наша позиция. Я считаю, что рабочие группы по делимитации границы, которые будут сформированы до конца апреля, а также рабочие группы по подготовке мирного договора должны начать свою работу в ближайшее время. Мы смотрим на этот процесс с очень большими надеждами, и не нужно терять время. В любом случае, мы за то, чтобы, не теряя времени, приступить к решению вопроса. Таким образом, проводимая нами сразу после войны политика, наша деятельность в международных организациях, отношения с крупными государствами в двустороннем формате, а также развитие в Карабахе и в восточном Зангизуре, обусловили сегодняшние реалии, сказал президент. Эльхам Алиев раскрыл причину, почему азербайджанские войска заняли гору Фарух. Хачинчайское водохранилище находится прямо под горой Фарух, прямо над селом Фарух, и военные позиции армян поставили под угрозу эксплуатацию этого водохранилища. Речь шла об источнике большой опасности. Неоднократно оттуда и из других сел открывался огонь в направлении Агдама. Гору Фарух, на мой взгляд, сейчас знают во всем мире, и великая гора Азербайджана, гора Фарух, сегодня находится под нашим контролем, там развивается азербайджанский флаг, заявил Эльхам Алиев. Гора Фарух имеет большое значение для безопасности Хачинчай и использования этой воды. После этого водохранилища, планируется ремонт водохранилищ Ашага Кенделен-Чай, Кенделен-Чай-1 и Кенделен-Чай-2. Предусматривается реконструкция левобережного канала Тер-Тер-Чай, водохозяйственного комплекса Агдамского, Физулинского и Джабраильского районов, в том числе определение источников воды. Подпишитесь на наш канал Будра Ньюс и будьте в курсе всех событий.